Здравствуйте, меня зовут Долганина Ольга Андреевна, я клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт. И сегодня мы с вами поговорим про мотивацию. Как найти мотивацию? Задавались ли вы вообще вопросом, откуда берется мотивация? И главное, где бы ее побольше взять? На самом деле, может сначала казаться, что как будто бы мотивация это то, что заставляет вас двигаться вперед. Именно из-за мотивации вы берете второй проект на работе, 3-4 раза посещаете спортивный зал. Но на самом деле дела обстоят немного не так. Мотивация действительно помогает отвечать на вопросы, почему мне важно этим заниматься, зачем мне это делать и какой в этом смысл. Но на самом деле, даже если вы отвечаете на эти вопросы, самая стабильная и сильная мотивация возникает позже, уже после совершенного действия. Именно действие рождает стабильную и сильную мотивацию. То есть сначала я действую, совершаю определенные попытки и только потом смотрю на результат и возникает мотивация. Если выразить эту мысль схематично, то получим следующее. Действие, мотивация, еще большее желание действовать и дальнейшие действия. Иными словами, просто начните что-то делать. Не ждите волшебного вдохновения или очень сильного желания. Оно возникнет намного позже. На самом деле, нашему головному мозгу необходимо 7-10 минут для того, чтобы включиться в процесс. И действительно, начинать очень непросто. Но если вы знаете эту особенность, то вам намного проще сделать первый шаг. Что делать, если нет поддержки вокруг и ничего не получается? На самом деле, стоит разобраться с выражением ничего не получается. Действительно ли ничего? Нам свойственно использовать в нашем мышлении такую ошибку, как сверхобобщение. Когда нам действительно может казаться, когда одно несделанное дело означает, как будто бы у меня вовсе ничего не получается. На самом деле, это совершенно не так. Когда я совершаю ошибку мышления сверхобобщения, у меня, конечно, не появляется желание делать что-то дальше. Как я могу помочь себе? На самом деле, когда я представляю какую-то большую задачу и очень большую цель, то крайне сложно начать делать. И действительно, руки опускаются, и мне кажется, как будто бы ничего не получается. Очень сложно написать книгу. Намного проще осилить одну страницу. И если все-таки разделить цель на маленькие шаги, то их осилить намного проще. Очень важно также ответить на вопрос, а почему мне так необходимо чувствовать внешнюю поддержку и социальное одобрение. Мы действительно социальные существа, и с точки зрения биологии и эволюции она очень важна для нас. Но мы также можем научиться находить внутреннюю опору, буквально оценивать себя самостоятельно. И тогда я не буду настолько зависим от внешнего одобрения. На самом деле, внешнее одобрение возникает у тех людей, у кого в детстве были родители, которые были крайне скупы на позитивные оценки и эмоционально яркие проявления. И тогда я, как внутренний критик, действительно ищу внешнего социального одобрения. Но на самом деле мне крайне необходимо искать внутреннюю опору. И это будет базовым навыком. Также крайне необходимо фиксировать даже небольшие достижения. Мне действительно может казаться, «Ну что, я, взрослый мужчина или женщина, буду хвалить себя?» Что за чушь? На самом деле, вот эта внутренняя мотивация и внутреннее одобрение является основным способом двигаться дальше.